Ребят, я сейчас расскажу, как бы я рекомендовал заниматься, чтобы реально программировать. Вот на реальном примере я наблюдаю за парнем Сергея Сачи. Вот я смотрю, пришел 26.06.17 года. Грубо говоря, получается, в июне 19-го будет 2 года. Хорошо. Давайте сначала хронологию посмотрим. Почему? Потому что я еще хочу это объяснить. Вот приходят люди, много ребят, что-то сидят, что-то пыхтят. Я говорю, ну делайте, как Асачи, будете программировать. Ну, давайте сначала посмотрим хронологию. Читаем. Так, читаем. Секундочку. Вот, писал как-то в группу. Это было написано 31 марта 2018 года. Всем привет. Пять месяцев назад, это вот тогда было, как он пришел, я и убунт установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче и побыстрее. Каждый по совету скинулся, все дело сделано. Программа обучения мне очень нравится, все круто, бери и делай в удобное время. Было неудобение, как учить, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутые, словами не опишешь, так далее и так далее. Так вот, это было тогда. То есть, он только начинал с убунту. И да, я сейчас покажу, изучал джанго, пишет сегодня на двух языках. Но, понимаете, не сидел, не жевал в сопли, а просто взял и начал делать. А сегодня, вот сегодняшнее число, 15 февраля 2019 года, прислал, да? То есть, начали делать сервер. Прислал, то есть, смотрите, поработал с убунту, потом перешел на дебиан. Потом, пожалуйста, сейчас, секунду. Пожалуйста, теперь работает сервером. Хотя, когда пришел, человек о Linux и о программировании не имел никакого представления. Я вижу, что мы работаем сервером, то есть, все спокойно настроил, вот написал. Все у него работает. Я уже дальше написал ему, что следующее сообщение. Во-первых, Сергей Таписимов, но перед этим обращение ко всем ребятам. Ребята, вот мы говорим о серверной части. Мы говорим об Android-приложениях, которые имеют серверную часть. Мы говорим об API REST. Мы говорим о Django. Ответьте себе на вопрос, как можно сделать хорошую серверную часть, не понимая, как работает сервер. Я себе ответил никак и решил, что в школе каждый программист просто обязан уметь настраивать сервер под свой проект. Я для себя принял решение, что личным примером буду бороться за каждого из участников, чтобы он продвинулся дальше и был профи. Вы можете верить, не верить в себя. Это не имеет значения лично для меня. Я лично знаю, что все реально и на этом точка. Дальше я дал рекомендации, что да, вот настроили первичный сервер, надо позаботиться о копировании. И дальше дал другие. И пойдем дальше настраивать. Просто надо начать. Теперь. Прочитаем дальше хронологию. Прочитаем дальше хронологию. Это было написано... Это было написано... Сейчас посмотрю. Я числа не вижу. Ну, в общем, чуть позже уже. Я дам эти ссылки. Где-то примерно через несколько месяцев... Значит, сразу напишу, что я думаю. Я думаю, если бы я не решился изучать одновременно два языка, то я бы был сильно ограничен в понимании, что такое программирование в целом. Ребят, а я про что? Вот дам видео. Система моя заключается в изучении двух языков. Это основа. Запомните, пока у вас в голове не работает сравнение, вот дам ваш план и ответ на вопрос, как изучать языки. Пока не начинает работать сравнение, нифига вы не будете программировать. Запомните, да, я определенное время ошибался. Допустим, я с 2009 по 2013 год, наверное, даже больше, я изучал только один Python. Я обожаю Python. Python это палочка-выручалочка. Но, запомните, надо изучать язык один с динамической типизацией, второй со статической. Зачем? Вы что, вы ответьте, я буду знать два языка. Да нет, ребята, вы сможете писать вообще на любом языке. Посмотрите видео, все поймете. Так вот, ладно, прочитаем дальше. Вот это совершенно реально. На тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Kotlin, я уже начал изучение Python. И был где-то возле функции, правда, в четвертый раз. Подмечаем. Я у него все вытягивал. Серега, ну, что ты делаешь? Что у тебя? Я так не могу, если честно. Давайте, чем дальше читать. Вот я наблюдаю за парнем. Ребят, это не значит, что надо за ним гнаться. Так, пишем. Пишет. Просто, бывает, в школу приходят люди, вот там что-то одно не устраивает, второе, ну, не может все устраивать. Там где-то непонятно, где-то что-то. Хотя, проще объяснять, что у меня нет в интернете, да? Просто человек не теряет время. Пишет на двух языках. Пишем. Python. Kotlin. Во всех домашних заданиях, где я даю задания по GC, все разбирается. То есть, легко вытягивает следующий язык. Уже есть понимание. Далее, я смотрю, работает, проработал на Kiwi. Это андроид приложение, чтобы понять, что ему. Работает с андроид приложениями на Kotlin. Приложениями Kotlin. Работает с джанго. Джанго. Сейчас работает с сервером. Тем более, я увидел, занялся джанго. Был не джанго, а этим. Дебиан. Ну, две недели сейчас уже разобрался, установил Дебиан. Все, пошел сервер. Отлично. Работает с сервером. То есть, ребят, вот это я называю. Человек себя готовит. Вот можно, понимаете, можно просто там без какого-то целенаправленного. И вы будете, вот если взять, да, будете все время вот так идти. Есть понятие уровня, общего уровня программирования, которое у вас сачо вот так вот растет. Быстро, да? То есть, что такое общий уровень? Это когда вы легко заладите в любой язык и сходу пишете. Почему? Потому что все понятия языка, ведь языки все одинаковые, только записываются по-разному. Там понятие ООП, функции, все это уже заложено. Это уже не имеет значения. Это наработано. Теперь смотрим. Сколько раз говорю в школе. В школе. Смотрим. Да, вот откроем сайт, допустим, Котлин, да? Откроем сайт Котлин. Любую рубрику группы залазим. Любую. Любую рубрику группы залазим. Ну вот, домашние задания, да? Открываем любое. Осадчий. 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 Кот, 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 кот. Почему человек пишет? Так вот вам ответ. Я говорю, я когда вот говорю, да, надо писать код. Видно, ребята, каждый по-своему воспринимает, что такое писать код. Это брать, ребята, и писать. И это правильно будет. Вот смотрите, все пропускают через себя. Теперь читаем дальше. Не зря я говорю. Ребят, ведь изучение двух языков пугает. Что обычно, ребят? Пугает вот такая вещь, на которой я настаиваю, ребята. Вот он пишет. Вот. Давайте отсюда читать. На тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Котлин, я уже начал изучение Пайтон. И был где-то возле функции. Правда, в четвертый раз. На заметку записывайте себе. Я всегда рекомендую. Дошли до функции Пайтон. Начинаете изучать Котлин. И гоните два языка. Отбрасываем моменты. Страшно. Не получится. Непонятно. Что непонятно. Спрашиваем в группе. И делаем. Но не летим. Я вцепился зубами в Пайтон. Перелил его по полной. Я не хотел его откладывать. Плюс у меня были свои сроки, которые я сам себе установил. Я не хотел изучать Котлин сейчас. Хотел просто сначала Пайтон. Узнав, что Котлин это мобильный рынок, я поставил, что упускать это нельзя. Решил попробовать. Прицепить его. Я еще не понимал, как это повлияет, на мой взгляд, на программирование в будущем. Ребят. Вот видите. Вот понял. А знаете. Нет, не понял. Просто говорю. Вот надо изучать язык. Человек взял Сергея и начал изучать. Он не думал, надо, не надо. Но я же вас... Я сейчас поясню еще. Почему Котлин, да? Когда-то я писал видео, но такое уже на YouTube-канале, да, что на нем... Там немного, 100 тысяч просмотров. Но такое. Я еще на тот момент даже не начал изучать язык. Но, тем не менее, вот по Python простоте. Так вот, Котлин, ребята, это я не сравниваю именно с Python. Но по возможностям написания приложений, это полностью, вы считаете, как Python. То есть на Котлин можно написать Android-приложение, сайт, даже сам сервер, что хотите API. То есть это полноценный язык, настолько мощный. Я отложил Python, начал изучать Котлин. Уроков по Котлин было немного, и пройдя их, я вернулся к Python. Таким образом, я начал чередовать. Вышел урок по Котлин, я в Котлин. Прошел урок, возвращаюсь к Пайтон. Несколько месяцев было как в тумане. Ребят, вот момент, которого боятся все. Я сейчас начну изучать Python, потом Котлин. Ребят, так я же к этому и стремлюсь, чтобы вас оторвать. Как, извините меня, прицепиться к этому Python, как детек сиськи. Ну, как по-другому сказать. Python, это офигеннейший язык. Его надо знать, это палочка-выручалочка. Но мы сейчас говорим не о языке, а о вас, как о понятии, как программиста. Есть такое понятие, которое вот я для себя могу объяснить следующим образом. Когда, как тут нарисовать, я даже, ну, вот так нарисую. Смотрите. Для новичка, для новичка, для новичка, переключение воспринимается как разные уровни. Допустим, Python здесь. Python здесь. Отметим его, ну, неким зелененьким. Переключился на Котлин, да, уже там в другом месте. Здесь Котлин. А теперь, ребята, основная мысль. Но ведь это и есть тормоз, который надо преодолеть. Это заблуждение. Неважно, на каком языке писать. Понятия, принципы программирования, независимо от того, что Python язык с динамической типизацией, а Котлин язык со статической типизацией, совершенно одни и те же. Знаете, сейчас уже достаточно много опыта обучения. Тем более, у меня обучение самое простое в интернет. То есть, проще уроков, чем я никто не дает. Я сейчас, когда даю Котлин, я же не беру ни книги, ничего. Я беру, просто ребятам показываю это, специально демонстрирую. Беру википедия ООП. Допустим, да? Чтоб вы понимали. И поехали там. Вот мы рассматриваем. Допустим, там, наследование. Сейчас вот просто проходили уроки наследования. Но наследование ведь есть и в Python, есть и в Котлин. Принцип то один и тот же. Да, по-разному записывается. Да, есть какие-то определенные мелочи. Но если человек понимает наследование, то, в принципе, какая разница, на каком языке писать. Мы отталкиваемся от основ языка. Это самое главное. Дальше, инкапсуляция, абстракция, полимария. Все это есть в Котлин. Все это есть в Python. Только пока вы изучаете Python, ну, примерно то же самое. Смотрите. Примерно то же самое, что... Вот человек ремонтирует машины, да? Вот он взял, выкрутил свечи в Москвиче. Скажите, пожалуйста, а может он свечи выкрутить в Мерседесе? Или это непосильная задача? Да там будет просто ключ. Может, свеча будет чуть больше или чуть меньше. Ключ будет. Но выкручиваются они так же? Ребят, вот к чему я вас веду. Так вот, Python и Kotlin это один уровень. И этот уровень вызывается только переключением. То есть, у вас будет определенный этап, когда вам будет сложно переключаться. Но этот этап надо пройти. Это то же самое, что когда в начале класса школы мы просто учим таблицу умножения. Что надо сделать? Надо взять ее просто и выучить один раз на всю жизнь. И здесь то же самое. Программирование. Ведь в чем ошибка? Вот я занимаюсь языком программирования с 2009 года. Уже есть опыт преподавания хороший, да? И люди у меня становятся на ноги. Но ведь, если, когда я объясняю, я начинал в 2009 году, я тоже изучал программирование. То есть, язык. Сегодня я учу человека программировать. Да, мы изучаем два языка, но человек сможет писать абсолютно на любом. Вот посмотрите, что делает Asachi. Но ведь, если посмотреть Android-приложение, Kiwi, то есть, все равно он же в рамках программирования и, в принципе, в рамках рынка. Первый рынок у него, я вот объясняю, что надо мыслить рынками, а не языками. У него получается веб. Второй рынок мобильный. Мобильный. То есть, он работает с инструментами, то есть, перешел к тому, что работает с языками как инструментами. Теперь я поясняю, но ведь на этот уровень надо выйти. И если вы считаете, что выучив Python, потом будет легче, ребят, легче не будет никогда. Этот этап, когда у вас соединится, что неважно, на чем писать на Python и Kotlin, вы все равно будете проходить болезненно. И у вас есть выбор, ведь у каждого человека есть выбор. Либо, вариант один, вы изучаете один язык. И не говорю, что Python, Kotlin, да берите хоть там C, или берите там язык, неважно какой изучаете. Пока вы, ключевая мысль какая, пока вы изучаете один язык, вы навсегда останетесь программистом, который будет что-то недопонимать. Почему? Потому что вы не используете механизм, я не скажу, потому что я был тоже такой четыре года, я буду говорить не вам, а мы тогда не используем механизм мозга. Какой? Ведь наш мозг работает на сравнении. В жизни мы этим пользуемся очень хорошо. Что? Ребят, вы находите, мы находимся на холоде, зашли в квартиру, тепло, да, сравнили. Там холодно кожей, здесь тепло. Механизм сравнения. А что вы думаете, в языках он не работает? Или механизм сравнения, когда мы что-то готовим? Да это не важно. Почему-то в жизни вы все это не боитесь использовать. Допустим, у кого-то жена приходит, готовит один, второй, рецепт и третий. Подождите, а что ж вы не видите? Пришла ваша жена, и вы заходите на кухню, она уже лежит, лежит в уголке, скрутился. Видишь, и на столе рецепт торта, она говорит, а я боюсь готовить новый торт, а вдруг не получится. Я не могу перейти этот порог. Ребят, но ведь в жизни такого-то нет, это же глупо, да? И в жизни мы это преодолеваем каждый день. А в языках по-другому? Нет. Не по-другому, ребят. Читаем дальше. Несколько месяцев было все как в тумане. Это и есть, когда человек переключается то на Python, то на Kotlin. Почему? Потому что у новичка, у новичка, у новичка, да, первый этап у новичка идет какой? Когда он вообще первый язык начинает проходить. То есть я пишу, да, пока, вот урок написал, урок написал, я понимаю. Закрыл урок, я уже не понимаю. Ребят, так это ж нормально, просто не надо останавливаться. Я вам приводил пример осадчего. Везде код, код, код. Что сейчас ему мешает сервер настраивать? Так он же себя готовит к профи. Извините меня. Давайте будем честными. На территории СНГ покупать сервера, мы какие бы не покупали, со стандартными пакетами, это будет просто, ну, плохой сервер. Во-первых, это будет чисто построен под общие задачи, в основном под PHP. Когда мы суемся туда с питом Жанго Котлин, нам приходится подстраивать. Ребят, а кто нам мешает настроить сервер под себя? А никто. Ладно. Дальше. Читаем дальше. Смотрите. Несколько месяцев было все как в тумане. Единственное, что я чувствовал, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать. Я вымотан. Меня вырубают за компом. Руки начали опускаться. То есть, из этого предложения я делаю, что человек работал. Почему? Потому что я наблюдаю в школе. Вот приходит человек. Я, когда говорю заниматься в своем темпе, я же не говорю, но я не имею в виду, что просмотрел урок и пошел себе там гулять. Вы программистом не станете. Я не говорю, что надо работать там 10 часов. Есть час в день. Отработай. Здесь важно регулярность. Есть два раза в неделю. Пусть будет медленнее. Но работай. Отработай эти два часа. Что я подразумеваю отработай? Большинство людей делают неправильно. Хочется же быстрее. Ребят, ну, знаете, как в анекдоте. Будут и октады. Все равно будет медленно. Быстрее не будет. Хочется быстрее. Начал питон, уже хочу джанга. И только ничего не понимаю. Да возьмите вы себя в руки. Сначала пайтон проходим. Подключаем котлин. Дошли до функции пан с пайтон. Гоним два языка. Тогда будет все в порядке. Так вот. Но занимаемся каким образом? Смотрите. Просмотрел урок. В школе много видео уроков. Просмотрел урок. Этого мало. Да открой ты среду. Во-первых, первое. Перепиши на свои. Своими параметрами. Переписал. Этого мало. Добавь что-то свое. Этого тоже мало. Перепиши три-четыре раза. Попробуй закрыть среду. Переписать. Переписать. Не по памяти, а по пониманию. То есть начинай. А как по пониманию писать? Да все очень просто. Проещи сам. Проещи все это в интернет. Работаешь с переменными? Да не поленись. Набери. Переменные Python. Все. Как только делаешь урок по переменам, набрали. Да? Начали искать. Пошел, включился другой механизм. Личный опыт. Ведь сейчас вы ищите. Да? Понимаете? Мы настроены так вот, как просмотр телевизора. Да? Когда мы просмотрели видеоурок и пошли дальше, мы ничего не запомнили. Мы просто получали информацию. У нас не работал ни анализ. Мы не ставили задачу понять. Учить язык не надо. Не надо зубрить. Без толку. Язык надо понимать. Понимать вы будете. Еще раз говорю. Мысль. Даже если вы сейчас не понимаете то, что я объясняю. То есть у вас не то, что не понимаете. У вас какое-то свое видение. Пусть оно будет любое. Я буду бороться за каждого участника школы, чтобы он был профессионалом. Все. Вот верите вы в себя, не верите. Я для себя решил. Ведь все реально. Все. Ладно пообъяснять, но ведь я это все на своей шкуре прошел и прохожу. Поэтому все реально. Начал. Проещи это в интернет сам. Начинается. Ты сам ищешь. Получается, что у тебя подключается механизм, который решает несколько задач. Во-первых, ты начинаешь приобретать свой опыт. Что запоминается, ребята? Да опыт запоминается. Ты уже сам искал перемены и нашел. Ага. Напиши код сразу в среде. Пропиши. Я вам вообще говорю, что запишите потом конспект. Забудете все и опять будете. Прописали. Следующий момент. Что надо сформировать в программиста? Кто такой программист, давайте поймем. Это который все знает? Да нельзя все знать. Который понимает и знает, где что найти. Понимаете? Вы нарабатываете практику, да, ищете в интернет. Вы сталкиваетесь с разной информацией, но вы же ее ищете целенаправленно. То есть у вас формируется навык, как правильно поставить вопрос. И если вы так делаете, со временем вы начинаете лучше и лучше понимать. Вот еще один, дочитаю Осачева, еще потом один пример приведу с двумя ребятами. Да, я специально взял три примера. Просто три примера каких. Один парень, вот Сергей Осачий, тупо пришел с нуля, и он человек действия. Вот это лучшая практика. Бери и делай. Второй парень был, оставил, но потом пришел через полтора года, все покатило. Третий парень прошел курсы программирования, ничего не начал делать, пришел в школу, начало получаться. Я хочу, чтобы вы понимали, я взял три истории не случайно. Давайте дочитаем. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное, что я чувствовал, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня вырубая за компом, руки начали опускаться. Сомнений навалилось нормально. Я думал, что я ничего не понимаю. Но это только мне казалось, ребят, запомните, это всегда так кажется. Это просто набирается порог. Грубо говоря, у нас был определенный порог, вот как ступеньки разные языки, но потом они начинают совмещаться. Помните, я вам говорил, что, допустим, тоже на исследование, да, вот мы объясняю, смотрели. Оно же одинаковое. Принцип одинаковый, только записывается по-разному. Да какая разница, что записывается по-разному. Вот это, когда мы записываем по-разному, это у нас очень крутой след оставляет. То есть мы начинаем очень четко понимать. Хорошо. Дальше. Ну, картина открылась, сам до конца не создавая, я увидел, что у меня нет разницы между Пайтон и Котлин. Вот это вот, это и есть стартовая точка для дальнейшего программирования. То есть точка, до которой надо дойти. Когда вы начинаете понимать, что вы действительно программист, учитывая все советы. То есть вы начинаете писать, опираясь не на язык, а опираясь на основы языка. Основы, что это такое? Ну, правильно тут выразиться будет так. Как-то сказал Александр Ситушкин, когда начинаешь писать на другом языке, появляется осведомленность о языке. Ну, например, вот приведу живой пример. Например, про того же Ситушкина Александра, белоруса Могилева. Он говорит, что вот я изучал Пайтон, потом начал писать на Джава программу. Я не знал Джава. Я не знал, но я знал, мне надо было строки. Но я знал, что в Джава, если в Пайтон есть строки, значит в Джава есть строки. Ну, в Джава просто массив строк. Но он разобрался. Почему? Потому что у него была осведомленность о языках, что все языки включают строки. Ну, потому что вот мы выражаем текст. Это же основа информации. Хотя строка и совсем не текст. Это много-намного больше. Но это не важно. Сейчас. Почему? Потому что я оставлю еще эту тему, пока мы ее не трогаем. Так вот, я просто хочу, чтобы вы понимали, что порог программирования, к которому мы должны прийти и должен быть для нас начальный, это не изучение языка, а начать осознание, что включают в себя языки. То есть все языки, в принципе, включают одно и то же. Типы данных, функции, те, которые мы изучаем, объектно-ориентированное программирование, в свою очередь, объектно-ориентированное программирование включает там 1, 2, 3 наследования, абстракцию. Но вот это и есть. Когда мы начинаем уже писать на разных языках, мы эти основы, они у нас въедаются постепенно. Разница есть, но я понимаю считывающий. Сейчас я могу сказать, что изучение двух языков круче, чем один. Python. Теперь приключиться с одного на другой, это практически то же самое, что писать на одном, только по-разному. И это правда. Это реальный человек абсолютно. Теперь я говорил, что расскажу некоторые моменты еще про двух ребят. Интересно. Специально подобрал эти истории. Так вот. Сначала парни, Денис Латыпов. Ну вот он написал сообщение, что пришел в школу, потом полтора года там прочитать, чем-то занимался. А потом бац, пошло. Смотрю, начал программы дорабатывать. То есть пошло код. То есть человек в любом случае вызрел. Почитаете его сообщения. Да? Я просто хочу сказать, что если вы занялись программированием, то оставить, вряд ли вы оставите. Вы все равно вернетесь. Ребят. Это здорово, что люди возвращаются. И еще одна история и очень важный момент. Это Миша Беляковский. Да? Человек из Минска. Вот Михаил написал свою историю. Смысл такой. Прочитайте сами. Опять же, будет ссылка в описании видео. Человек пошел на курсы. Запомните. Ну, что такое курсы? Я не буду говорить. Любые курсы вас не поставят, вы не станете программистом. То есть считайте, курсы это заряд, грубо говоря, курсы это вот вы съели шоколадку, у вас есть заряд на час, на два, пока вы спалите эти калории. Это однозначно. Не важно, плохие, хорошие, курсы любые могут познакомить. Там одна программа, никто с вами не будет ковыряться. Их цель зарабатывать деньги. Я понимал это. И я поэтому сделал пожизненный доступ. Я понимаю, что человек должен возвращаться к одним и тем же вопросам иногда, вот как в Саласаче, да, по несколько раз. То есть какие вы курсы не проходили, есть деньги, это пожалуйста, это классно, это неплохо. Но поймите, курсы вам дают заряд. Но здесь я, вообще этот человек сменил образ жизни, стал программистом в 34 года. Поэтому кто говорит там, а стоит ли, не стоит. Ребят, все стоит, все получится. Было бы желание. Но здесь у Миши вы прочитаете про документацию. А ведь я, когда Джанго рассказываю, я показываю. Лезьте, вот делайте, залезьте в документацию. Почему? Потому что человек изучает Джанго, а документация боится. Вот этот фрагмент возьмите себе. То есть пишите код, в школе это увидите. Я постоянно говорю, вот тут документация, и вы должны взять привычкой. Если вы будете так работать, то со временем вам любая документация будет читаема. О чем я говорю, поймете, потому что в школе я постоянно это показываю. Вам это просто надо будет начать делать. Вот это очень важное у Миши. Миша понял очень важную мысль, что стать программистом, это понимать, где что найти. Но, чтобы понимать, надо сначала научиться формулировать вопросы. Помните, я рассказывал, что какое бы задание вы ни делали, проищите в интернет. То есть вот этот механизм сразу подключайте. Это архиважно. Ребят, я дам в описании несколько видео. Сейчас моя цель была следующая. Вам показать, что вот на реальных примерах, вот как программировать. Разные ребята есть, да? Разные ребята есть. Вот, допустим, тоже парень писал. Сейчас. Угу. Ну, вот, допустим, Александр Проценко. Ну, эти люди поопытные. Вот он смотрел уроки, сразу делал коммерческий сайт по урокам, да? Но у него, конечно, был опыт ПХП. То есть уже... Вот, допустим, смысл такой, что я хотел донести еще одну такую идейку. Показать. А, вот, Александр Галанин пишет, написал письмо, тоже был с Москвы парень, что взяли на работу банк. А вот он пишет, ведь два года назад я ходил в фирменной футболочке, вроде продавал телефоны. Но решил стать программистом. Школа для него стала основой, да? То есть мне приятно, что я помог человеку вырулить на новую дорогу, да? Ну, конечно же, основная работа была его. То есть все реально. Вчера носил телефон и продавал, сегодня работает программистом в банке и растет. Главное не останавливаться, ребят. Я всегда говорил, изучайте два языка, поэтому я в школе так и рекомендую. Python, дошли до функции Python, потом изучаете Kotlin. И дальше, смотрите, как эти ребята, как другие делают. Ну, в общем, все получится, ребят. Было бы желание. Не надо не торопиться, не надо не тормозить, а просто спокойно заниматься регулярно. И все получится. Спасибо за доверие. Сайты в описании видео.